И всем привет, ребят! С вами Мистер Бак, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим командным контрактам. И сегодня он посвящен не просто обзору итогового дня, но и дополнительной информации о том, как же считаются наши проценты в контрактах. Подписчик записал видеоролик, показал наглядный пример одного из вариантов подсчета как раз-таки этих процентов. Первых дней так точно. И сегодня мы этот видеоматериал разберем, ну а также подведем итоги промежуточного дня командных контрактов. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. На 20 тысяч танкоинов, для этого у нас 40 игровых аккаунтов, стоят ему личные так-так темпы, а дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо как раз-таки подсчетов, да, как же все это дело работает. Я когда увидел, я был в шоке, честно, да, то есть, что реально это может быть по такой схеме сделано. Смотрим на видеоролик, Симус нам его любезно продемонстрировал и показал. Видос идет 1 минута, ну и вот, как вы видите, это второй день. Как раз-таки от самого ивента, да, что же здесь происходит. Здесь происходит рандомное число, произошло 2 рандомизированных числа. Ну а дальше просто в ручном режимчике после рандомизации двух чисел меняется циферка процента. Да, то есть, оп, процентик интересный получился, оп, процентик интересный добавился. И все, в принципе, все максимально просто, максимально непредвзято, да, то есть, ты как бы и ничего не менял, ничего не считал, да. То есть, ты просто взял 2 рандомных числа в рандомайзере, вписал 2 рандомных числа, ну и какая-то фракция выиграла, какая-то проиграла. Никто же не знает, откуда берутся эти проценты, правильно? Да, то есть, никто не показывает, какое количество игроков состоит в одной фракции, какое количество игроков состоит в другой фракции. Сколько процентов у нас игроков, например, здесь, как меняются за именно игровой день эти проценты, да. То есть, никто же этого не видит, правильно? Правильно. То есть, все может браться вот просто вот таким вот образом. Просто рандомные числа, бамс, лепанулись, оп, поставились. Как ты сможешь доказать, что это работает не так? Как? Ты никак этого не докажешь. Абсолютно никак. Все, что ты видишь, это информацию на сайте о процентах итоговых. Откуда они взяты? С воздуха? С рандомайзера? С каких-то подсчетов? Информации нет. Часовая просчетка процента не ведется. Идет только итоговый процент. И все. Соответственно, вот один из вариантов, как работают проценты в контрактах в нашей игре. Поэтому, я, если честно, когда увидел этот вариант, я подумал, что вполне реально. Вполне реально, что это именно так все дело и работает. А как оно работает на самом деле, я, честно говоря, не знаю. Что касаемо вчерашнего дня, итогового, то наша команда Рикадуев в очередной раз заняла первое место на моем основном аккаунте. Я безумно рад. То, что у нас получается за четыре итоговых дня два первых места, два вторых места. То есть, пока что по фарму, по фарму как раз-таки очков это максимальные значения, которые есть. Что касаемо моего мульта за шафтов, то у нас было последнее место, было второе место, было последнее место. И вчера у нас было третье место, да. Хотя, здесь у нас, если посмотреть по процентам, да, здесь процент одинаковый. То есть, что у Твинзерина, что у Шафтеврана процент одинаковый. Но там, может быть, какие-то там уже тысячные были просто меньше у Твинзерина, да. Поэтому Шафты хотя бы здесь заняли не последнее место. А то такое ощущение, как будто я на мульте там вообще зафармлю условно 500 очков и все на этом деле закончится. Что касаемо сегодняшнего дня, то пока что на момент записи видеоролика у нас все стабильно. Рикадуи первые Шафты пока что последние, но надеемся, что эта ситуация исправится. Потому что хотелось бы тоже зафармить немножечко там дополнительных очков. Ну и по миссии на сегодняшний день нужно заработать 5000 кристаллов в любых матчмейкинговых битвах. Показывать, как это делать. Я, наверное, не буду. Все, в принципе, работает по той же самой схеме, что и в предыдущие разы по набитию там звезд. Вы просто пикаете условно быстрый боечек и набираете как можно больше очков. По сути, если вы выполняете ежедневные задания, то даже без премиум аккаунта вам хватает сыграть 3 боя, чтобы выполнить эту заданку. Поэтому я думаю, что я сегодня эту заданку спокойненько выполню. Но учитывая тот факт, что у меня есть премка, то я могу выполнить ее даже там условно за 2 боя. Получить, например, в одном бою 3000 кристаллов, в другом бою 2000 кристаллов. Ну и спокойнейшим образом все это дело завершить. Ну а что касаемо подсчета, то понятное дело, что это немножко шуточный вариант. Но складывается впечатление, что в теории оно может работать плюс-минус так. Несмотря на весь юмор, несмотря на все шутки. Но исходя из той ситуации, которую я вижу уже на протяжении этих дней. То есть, почему сначала, например, у нас проценты были под 50. Тут под 50, тут под 50, потом бам, проценты стали по 10. Как? Как? Как оно поменялось вдруг резко за 2 дня? Здесь проценты были 40, 57, 50, 48. Стало 13, 13, 12, 12. Как? Как? Тут опять 13, 13, 12, 12. Как оно поменялось так? Как они могли быть? Сначала большие проценты, потом стали более мелкие проценты. Информации по этому поводу никто никакой нигде не высказал. То есть, это просто вот то, что сделали разрабы. А где? Какие-то пруфы, подтверждения, как работает, чего работает. Нет вообще никакой инфы. Абсолютно нет никакой инфы. Поэтому в очередной раз у меня лично в голове только лишь какие-то дополнительные вопросы о работе. Понятное дело, что когда там твоя фракция выигрывает, то ты думаешь, что ну и четко, ну и круто, да. Ну а если, например, как у меня на мульте, да, фракция занимает последние срочки, и у тебя нет даже никаких подтверждений того, почему она занимает эти последние срочки. То есть, это, грубо говоря, рандом. И один из вариантов в дальнейшем, как делать подобного рода ивенты, это делать просто вместо вот этих вот рандомных команд делать ютуберов. То есть, почему нельзя было сделать, например, здесь 4 ютубера. И чтобы каждый игрок мог сам выбирать, за какого ютубера он хочет приобрести ивент. То есть, не рандомный выбор команды, а чтобы ты сам мог выбрать себе команду. Ты выбрал себе ютубера, начал за него играть, начал за него выполнять те же самые контракты. И ты уже понимаешь, что, ну, например, там, то, что ты выполнил заданку, значит, ты подсаппортил там ютуберу. Хоп, ты там занял свое место, там, второе, условно, за день, ты уже понимаешь, что ты имеешь вес. Да, то есть, если ты, например, там, занял последнее место, понимаешь, что, бай, что-то не то, на ребяточке поднажать. То есть, ты уже можешь как-то регулировать, контролировать. А как ты можешь контролировать, регулировать что-либо в ивенте, если ты попадаешь просто в рандомную команду, даже в которую ты, может, не хотел попасть? То есть ты по сути, по сути зависишь от рандома, да, то есть от того повезло тебе или не повезло. Повезло ты попал в рекадуи, не повезло ты попал в шафты, не повезло ты там попал условно в твинсы, да, и ты не знаешь, как сложится твой ивент в целом. Поэтому надеюсь, что в следующий раз, если подобного рода ивент будет, то он будет приурочен, например, к ютуберам, да, потому что в принципе у нас с ютуберами ивентов супер мало, да, на эту тему я еще отдельно запишу видеоролик, поговорю, потому что мне как ютуберу игры, да, хотелось бы видеть побольше уже чего-то интересного, каких-то интересных нововведений, новых ивентов под ютуберов, А по итогу мы получаем просто 4 рандомные команды, еще и которые непонятно, как работают, да, работают они правильно или не работают, вопрос хороший. Пишите, что вы думаете по этому поводу, обязательно поддержите данный видос лайком, если он вам поднял настроение, если он вам понравился, если вы согласны с нашим подписчиком, ну и к слову, на него ссылочку тоже в описании оставляю, не знаю, он там вроде ютуберит, не ютуберит, но в любом случае, если его поддержите, я думаю, что ему будет приятно. Ну и пишите, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с мнением моим, мнением подписчика, как работают эти командные контракты, обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!